Сотни часов чеканит шаг ради нескольких минут в самый памятный для страны день. Военно-воздушная академия в Воронеже опустела. Свыше 800 ее курсантов и офицеров улетели на столичный парад победы. Подготовка к нему в Подмосковье идет полным ходом. Кстати, академия ВВС участвует в главном параде уже шестой раз, но в этом году впервые предстанет в другом статусе. Как на финальных репетициях в Воронеже держали равнение и насколько синхронно шагали, оценила Евгения Соседка. Их мини-парад символично под крылом самолета, даже не расчехляя флагов. Ногам покоя не дают еще до репетиции, потому что эти курсанты лицо строя. Многие и не один парад прошли. Иван Риутин признается, каждый его шаг по Красной площади в честь одного героя Советского Союза, деда-минометчика. Я, когда стоял в 2013 году на Красной площади первый раз, я как-то вспомнил о своем дедушке. Какая-то память у меня была, честь какую-то отдать, такой дань памяти им. Тем более ветеранов осталось уже совсем мало. Знаю, что нужно идти по плите, пять шагов в плиту. Ну вот плита. Скорых расстояния, даже не могу сказать честно. Я думаю, до Москвы бы дошли пешком. Заправиться! Когда выглядят уже совсем по парадному, тренируют воображение. По команде коробки курсантов и офицеров переносятся в утро 9 мая. Упражняются в синхронном равнении на незримого министра. Даже скорость его передвижения по Красной площади просчитана. Министр обороны подъезжает к точке приветствия номер 2. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. После учебный аэродром уже шагами мерят. Такие парады победы тут идут с февраля дважды в неделю. В итоге ботинки стучат в унисон с барабанами. Там, где ритма не слышно, марширующие сами считают. Отцам, командирам, сверху видно все. Оттуда даже суфлируют. Строй призывают тянуть носки и улыбаться. Замечания тоже прямо по ходу. Офицерам среди них больше парадных дебютантов. Не хватает слаженности. Шеренги курсантов местами пляшут. Есть тоже, конечно, проблемы с равнением. Особенно почему-то передние шеренги. Первая, вторая ломается. Дальше последующие шеренги идут неплохо. На полную ступню ботинки ставим. Они не останавливаются и во время перерыва. Отдыхает лишь оркестр, пока курсанты ноги поднимают. В подмосковном Алабино у Академии график плотный. Тренировки каждый день, даже по воскресеньям. И под прицелом видеокамер. Есть там, как говорится, объективный контроль. Мы снимаем прохождение каждой шеренги. И потом пошереножно проводим разбор, чтобы каждый курсант, каждый офицер увидел свою ошибку. И вот, глядя уже на экран, при повторном проходе, чтобы он уже ее не допускал. Это очень действенно и эффективно работает. От участия в параде можно отказаться по веским личным причинам. Это начальник Академии ВВС напоминает. Строю единичный случай, говорит, бывали. Но сейчас желающих нет. Настроение чемоданное. Участники парада спешат войти в историю. Парад этого мая по сравнению с прошлогодним юбилейным для курсантов и офицеров Академия ВВС тоже станет историческим. Впервые по Красной площади пройдут в составе военно-космических сил России. Всего будет шесть коробок. Четыре из них это как раз наша военно-воздушная академия и еще две академии военно-космические из Петербурга. В общей сложности чеканить шаг станут свыше 1200 человек. Это целый полк ВКС. Чтобы доставить воронежский парадный десант в столицу, Уилы делают три рейса ради почетных и ответственных минут. Курсантам и офицерам еще предстоит намаршировать около сотни часов. А накануне парада победы вместе с тысячами военных по традиции занять главную площадь страны. Евгения Соседка и Дмитрий Овчинников. Вести Воронеж. Дмитрий Овчинников.